Сказочные куклы, лоскутное шитьё и живопись. В городском музее открылась выставка «Народные мотивы мастера Белгородской области» Татьяны Бредихиной. Анастасия Федосеенко оценила красоту и готова ей поделиться. Здоровья вам, ещё на долгие, спасибо вам всем. Поздравить Татьяну Фёдоровну с открытием очередной выставки пришли друзья и коллеги. Мастер с детства увлекается рукоделием и изобразительным искусством и часто вспоминает, как играла с куклами, которые делала её мама. Ещё моя мама занималась куклами, шила. И я помню, как я с куклами с этими игралась. То есть куклы были набиты опилками, мы их там раздирали, смотрели что, а потом одевали и всё такое прочее. Коренная Белгородка смогла полностью посвятить себя любимому делу только после выхода на пенсию. Особенно её увлекла текстильная кукла, каждая из которых для рукодельницы как живая, со своим особенным характером и стилем. Чтобы сделать такую красавицу, Татьяна Фёдоровна применяет клей ПВА, кофе, корицу и ваниль. Пахнет кукла свежесваренным кофе, а краска ложится очень ровно и красиво. Проработано всё до мельчайших деталей, начиная от оформления народного костюма и заканчивая аксессуарами. Мастер признаётся, что порой на одну игрушку уходит около недели кропотливой работы. У него такие оригинальные поделки всегда, куклы в основном, ну типа как винтажные, таких вообще не встретишь. Помимо авторских красавиц на выставке представлены искусные броши и живописные полотна. Посмотреть на работы мастера можно будет в Музее народной культуры до 5 апреля. Анастасия Федосенко, Евгений Саверинов. К этому часу. Белгород.